Предотвращение, спасение и помощь – девиз спасателей. Не отступая от него ни на минуту, сотрудники МЧС ежедневно идут на украшение огненной стихии, ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Они постоянно рискуют собственной жизнью ради спасения других. 27 декабря поздравления со своим профессиональным праздником принимают все спасатели России, в том числе и Щелковского района. Это сотрудники пожарной охраны, нештатные общественные спасательные организации МЧС. Поздравить их в Щелковский районно-культурный комплекс, приехали районные власти. У вас та профессия, где невозможно быть нечистым, невозможно предать, невозможно соврать, потому что в ваших руках чаще всего находится жизнь человека. Или это трагическая случайность, или это халатность, но вы всегда рядом. Вы, жертвуя собой, делаете невозможное. Вы даете людям право на дальнейшую жизнь, когда они уже потеряли веру в это. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник представители одной из самых мужественных профессий – сотрудники МЧС. В этот день они могут почувствовать себя настоящими героями. Их награждают орденами, грамотами и ценными подарками. Минуты молчания почтили память сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Только в июне этого года пожар на Фрязинском мебельном предприятии унес жизни двух спасателей. Трое погибли под Иркутском при крушении тяжелого транспортного самолета Ил-76 МЧС Российской Федерации. Работа действительно очень сложная, очень опасная, так как ребята, которые заступают на дежурные сутки, они постоянно находятся в боевой готовности. Приезжая на место той или иной чрезвычайной ситуации, они знают, с чем они могут столкнуться в следующую секунду. Поэтому наши ребята, у них действительно у всех открытое сердце, у них широкая душа, и они первыми приходят на помощь, спасают людей. За 12 лет работы инженер 44-й пожарной части Александр Дегтев не раз сталкивался с экстремальными ситуациями. Разрушения, обвалы – все это невозможно вспоминать без страха. Был момент, когда дом, частно говоря, труба дымохода стояла одна, проливали там с товарищем внутри. Эта труба как бы падает, товарищу попадает, ломает ногу. Радиотелефонист Мария Зуева отдала профессии 15 лет и не жалеет об этом. Сначала это было, да, морально тяжело, но сейчас уже, спустя столько времени, как бы все уже пойдет в норму. У нас очень дружный коллектив, мы очень слаженно работаем, я считаю, что это все, совсем можно справиться. На счету спасателей огромное количество случаев оказания помощи пострадавшим. Только в этом году проведено более 400 таких работ, спасено более полутора тысяч жизней. И спасатели, как всегда, на боевом посту. Марина Познякова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».